Друзья мои, всем привет-привет! С вами Маруся и у нас долгожданное продолжение фанфика «Папочка на полставки» от автора Элен Янг. Ссылка на фанфик будет в описании под видео. Там же вы найдете ссылку на мой второй и третий YouTube каналы со звучками фанфиков. Там же будет ссылка на влоговый канал, на канал новостей, где регулярно выходят свежие новости о банданах. А также обратите внимание на мою страницу Boosty, где более 110 фанфиков моей озвучки уже выложены. И там же мы с вами встречаемся по вечерам в прямом эфире и общаемся на совершенно разные темы без цензуры. Заходите, подписывайтесь, скучно точно не будет. Ну а прямо сейчас нас ждет глава 10 фанфика «Папочка на полставки» и поехали! Тэхион максимально аккуратно и тихо закрыл дверь в комнату детей. Он как можно быстрее уложил своих чертят спать, предвкушая, что он наконец-то получит ночной десерт, поскакал в спальню к Чунгуку. И вот опять постучал раз, два, три, и нихрена! Но вдруг послышался грохот, копошение и еще непонятные звуки. Ким нахмурился и дернул ручку двери, но та не открывалась. «Чунгук, с тобой все хорошо?» Настороженно спросил он, слушая шум. «Да!» – выкрикнул Омега, распахнув дверь. Волосы взъерошены, щеки алые, грудь прерывисто вздымалась, глазки испуганно бегали. Чем он занимался? «Что-то хотели?» Тяжело дыша, поинтересовался секретарь. А Альфа даже растерялся. «Вообще-то хотел. Тебя. Ну, как об этом сказать?» «Чунгук, я детей спать уложил и рассчитывал на страстную ночь без трусиков?» «Или, Чунгук, я уложил детей, может, уже наконец-то потрахаемся?» «А какие планы на ночь?» Нервно натянул улыбку Ким, а тот вылупился на него и даже не моргал, а потом поязливо посмотрел на кровати обратно на директора. «Вы хотите?» Промямлил Омега, а потом захлопнул дверь. «А ты он стоял в полном недоумении?» «Ну, что это было?» И тут до тупого мозга начало доходить, как его слова прозвучали. «Ну, блин, ну нет, там подтекст именно такой. Просто надо было, чтобы намек был не такой толстый». «Чунгук, вы меня не так поняли?» Запаниковал он и ворвался в спальню, чтобы хоть как-то спасти свое положение. «Подожди!» Взвизгнул Чунгук и, резко закрыв дверцу шкафа, прижался к ней спиной, словно там любовник искрывал. И взгляд такой испуганный и дрожал весь. «Жду!» Настороженно пробормотал тот, а сам оглядел его с головы до ног, пытаясь понять, что не так. И вроде как понял. Чунгук возбужден. За две у секретаря вырвался полустон, но он сразу же зажмурился и поджал губы. Директор неуверенно подошел к нему и положил руку на талию, и пока мозги были немного поплывшие от такого вида любимого, прильнул к его губам пылкоцелуя. Омега вздрогнул, но не сопротивлялся. Лишь шумом дышал через нос, отвечая на поцелуй таким же жаждущим желанием, страстно обнимая его за предплечье. Чун уснул довольно быстро, а директор прижался к нему, обнимаясь со спины. Вдохнул запах Чунгука. Сладкий, нежный, неповторимый. Он чувствовал, как мягкие влажные волосы парня ласкают его лицо, создавая уютное ощущение близости. Чувствовал какую-то особенную связь с ним, как будто они были душами, давно знакомыми друг с другом. Дверь комнаты чуть ли не с ноги открылась, и забежали девочки. О-о-о! Удивленно открыла рот Техи, увидев отца. — А что ты тут делаешь? — настороженно спросил это Йон, и сразу же оглядела спальню в поисках фантиков. — Доброе утро! — сонно пробормотал только что проснувшийся Чунгу к детям. — Папочка! А кто тебя побил? — ошарашенно охнула Техи и полезла к нему на кровать, и за ней сестренка. Отодвинув отца, они сели по обе стороны очона и внимательно рассматривали засосы на его шее. А один Альфа прикусил губу. Упс! Перелюбил чутка. — Отцу скажи, и он этого гада побьет! — нахмурил из Теона, потом начала размахивать руками, как будто бьет боксерскую грушу. — На никто меня не бил! — смутился Омега и прикрыл ладони засосы. — А это что тогда? — негодовал Атыхи. — А это я ущипнул. Решил спасти положение Ким, но зря. — Ты! — дети навалились на Чунгу к обнимаясь с двух сторон. — Дурак! Ты ему же больно сделал! — проворчал Этойон, аккуратно погладив багровое пятно на шее папы, а тот, сгорая от смущения, прикрыл глаза. — Я больше так не буду! — сдерживая смех, взъерошил волосы дочери. У Теона в брови чуть не покинули лицо, и паника накрыла, когда увидел Чуна с улыбакой собакой Альфы со встречи выпускников. Они выходили из офиса вместе, о чем-то весело разговаривая. Директор жопой чуял, что получит великие пиздюлины от любимого, и надо было что-то срочно делать, но что? — Он рванул за парочкой. — Вообще у них обеденный перерыв, и это их чунгукам время. — А я думал, мы вместе пообедаем. — наигранно-обиженно проворчал начальник, показушно обнимая любимого за талию. — Обедайте без меня сегодня, — нахмурился секретарь и скинул руку со своей талии. — Извините, но сегодня я украду его ненадолго, — усмехнулся конкурент. Тихен всем видом показывал, что не прости ты. Вообще катись отсюда, здесь занято. Чунгук — будущий муж Ким Тихена. И точка. — Все хорошо. Идите уже. Грубо перебив Альфу, проворчал Омега и направился в сторону кафе. И ухажер посеменил за ним, оставляя жениха в полной растерянности. Тревога у директора росла с каждой минуты, проведенная без чона. Тот не поехал с ним домой, и вообще сейчас уже вечер, а его все еще нет дома. Но вот где его носят? Тут дети переживают. И достали отца вопросом. — А где папа? — недовольно спросил от Ихи, доедая ужин. — Скоро придет. В очередной раз проверяя уведомления в телефоне про Барматал Ким. Сам бы очень хотел знать. — Ты его опять усипнул? Прищурив глаза, Тихен посмотрела на него, а тот лишь отрицательно покачал головой. — Хотел бы он сейчас щипать Омегу, а не вот это вот все. — Папа! — радостно завизжали девочки, как только послышалось, что входная дверь открылась. Тихен и сам, вскочив, помчался за ними. Надо было убедиться, что с любимым все хорошо. Ну и узнать, рассказал ли ухажер козел, что подарки его. — Отец такой невкусный суп приготовил! — проворчала Тихи, вызывая негодование у названного. — Хороший суп всегда ели с любовью, что он готовил, а сейчас такие привередливые стали. — Вы голодные? Чунгук сел на корточки, чтобы быть с близлинцами наравне, и поставил хвостик ворчушке. — Нет, мы суп съели! — сморщила носик девчушка. — Где ты был? — обиженно посмотрел от ее надув губки. — Нигде, просто гулял. Щелкнул по его носу Чон, нежно улыбаясь. — Такая забавная, когда обижается. — Я вам кое-что купил. Он поставил пакет перед ними и вытащил большие наборы для творчества. Тихен наблюдал за ними, и сердце щемило. Их эмоции были прозрачны и открыты, и это делало их общение еще более особенным. Он видел, что Чунгук был для его детей не только папой, но и другом, с кем можно разделить радость и горе, обсудить проблемы и насладиться моментом счастья. Омега стал неотъемлемой частью из семьи. Он растерянно проводил близняшек и секретаря, что вообще на него внимания не обратили и прошли мимо. А вот тут обидно. Он тоже член семьи так-то. Могли бы и его позвать. Альфа остаток вечера просидел в кабинете. Те-то весело в гостиной развлекались. Нет, он хотел к ним присоединиться, но вот недовольный взгляд Чунгука заставил передумать. А сейчас ждал, когда девчонки уснут, чтобы идти с повинной к любимому. — Чунгук, мы можем поговорить? Неуверенно пробормотал Ким и чуть приоткрыл дверь комнаты. — Можем. От холодного тона мурашки по спине прошлись. — Вы чем-то расстроены? — Да глупый вопрос, конечно. Ну а вдруг-то Хён не виноват в плохом настроении любимого? Надежда умирает последней? — Господин Ким, — процедил Чунг, вставая с постели. — Зачем вы мне наврали? — нахмурился он, скрестив руки на груди. — Когда? — Все-таки очень хотелось, чтобы там какой-нибудь пустяк, и дело не в подарках. — Подарок и цветы были не от вас, — гневно шипел Омега, а в глазах полное разочарование. — Простите. Альфа виновата опустил голову и закрыл за собой дверь. А дальше не знал, что сказать, лишь искренне надеялся, что его простят. — Да если бы полным идиотом чувствовал перед Донсу! У Чунгука от обиды слезы застилали глаза. — Простите. Прикусив губу, директор украдкой взглянул на него, а тот отошел к окну. — Ну зачем нужно было врать? — грустно вздохнул Омега. — Я... — Тихен нервно сглотнул. — Ну а вот что ему сказать в оправдании? — Я боюсь вас потерять. Слова вырвались сами. Он смотрел, как любимый обнял себя, пытаясь понять реакцию, но тот стоял спиной к нему. — Я боялся, что вы найдете кого-то лучше меня. Он не спеша подошел к Чунгуку. Было страшно, что его сейчас пошлют нахрен. — Это не давало вам права обманывать меня, — тяжело вздохнул секретарь. — Знаю, и я очень сожалею, что соврал вам, но я обещаю, что такого больше никогда не повторится. Не уверенно, обнимая Чуна со спины, шептал Тихен. Он чувствовал, как тот вздрогнул, но тут же облегченно выдохнул. — Очень хотелось бы в это верить. — Судорожно пробормотал секретарь, но отталкивать его не стал. — Ну, прошу, доверься мне. Ким прикрыл глаза и оставил смазанный поцелуй на плече Омеги, крепче прижимая к себе. — Еще раз обманите, уйду к Донсу. — Вредничая проворчал Чунгук, но улыбнулся, когда почувствовал ощутимый укус на плече. — А когда братики будут? — запрыгивая на постель ко взрослым, весело спросил Тихи. — А можно на день рождения? — поинтересовалась Тихен, ложась рядом с папой и обнимая его. Тихен лишь недовольно фыркнул на них, когда его бесцеремонно отодвинули на край его же кровати. — Он только проснулся и хотел урвать пару поцелуев, а эти чертя-то тут как тут. Тихен, очаровательно смущаясь, краснел. Учитывая то, чем они занимались ночью, такие вопросы заставляли сгорать от стыда. — Нет, на день рождения не будет, — проворчал отец. — Ну почему? — расстроенно пробормотал Атеон. — Ну потому что еще рано. Неуверенно проблеял Омега, виновата улыбнувшись директору. — Нет, он не против завести еще детей. Хочет, правда. Но ему страшно. Отношения развиваются стремительно быстро. Это его пугает. Они почти друг друга не знают, а он уже в статусе жениха. — Да, еще рано, — Ким вторил его улыбку. Но вот в груди зародилась тревога. — Ну тогда почему ты спишь в комнате папы, раз братиков не делаете? Недовольно буркнула Тихи. А Ченгук был готов провалиться сквозь землю. Господи, эти дети точно хотят его смерти. — Так, а ну быстро пошли умываться, — возмутился отец. — Совсем ошалели уже. — Жадина, — проворчали близняшки, но ослушаться не смели и агрессивно утопали из спальни, захлопнув дверь. — Ты как? — успехнулся Тихен, нависнув ноченом, у которого щеки были алыми. — Их непосредственность меня убивает, — взвыл он, зажмурившись. Альфа прижался всем телом, накрыв их с головой одеялом и прильнул к губам любимого. Поцелуй был нежным, но перерастал страстный. Тяжелое дыхание участилось, стало душно и жарко. Руки Ким скользили по разгоряченному телу, пробираясь под пижаму, пока ладони Омеги пропускали пряди его волос. — А что вы там спрятались? — недовольно проворчала Тихи. Директор был готов взорваться от возмущения. — Да какого хрена эти ниндзя пришли так тихо? И вообще какого хрена пришли? Умываться же должны! — Вы уже умылись? — строго спросил он, откинув с головы одеяло и отстранившись от Чона, что еще больше покрылся румянцем. — Умылись! — скрестила Ручкина. — на груди Тихион. — Молодцы! Теперь марш переодеваться! — качнув головой на выход, приказал Тихион. — А вы? — подозрительно покосилась на папу Тихи. — А мы завтрак пойдем готовить! — улыбнулся Чингук и сел на кровати. Провалиться под землю хотелось еще больше. Эта семейка просто невыносима. Старший целует до головокружения, младшие словесно бьют сковородкой, возвращая в реальность. — Где как бы они должны оставаться, пока дети не спят. Но, увы, с этими губами это невозможно. Глава одиннадцатая — Так что? На день рождения пойдем на пикник? Тихи снова начала разговоры о важном. — Девочки, я же сказал, мы поедем к дедушкам! — проворчал Тихион. Он уже это объяснял, а они ни в какую, упертые. — Ну, мы не хотим! — возмутилась Тихион и пнула спинку переднего сиденья машины. — Это наш праздник, и мы сами должны решать! — гневно добавила сестренка. — Съездим к дедушкам, а как вернемся, пойдем на пикник. Ким сдерживал свою нервозность. Эта тема ему и самому не нравилась, но у него есть договоренность, которую не имеет права нарушать. — Тогда папа поедет с нами! — поставило условие Йони. — Чунгук останется здесь! — процедил отец. И вот только сейчас понял, что с любимым он это не обсудил. Он остороженно перевел взгляд на него, а тот обиженно поджал губы и отвернулся к окну. — Тогда мы тоже останемся здесь! — фыркнула дочь. — Девочки, пойдемте, в садик опоздаем! — тихо пробормотал Омега и вышел из машины, оставляя Тихиона смачно приложиться лбом. Аруль. Чунгук не понимал Альфу от слова совсем. Говорит, что нравится, замуж позвал, а с родителями знакомить не хочет. — Почему? Что с Омегой не так? Он что, не достоин такого? — Или все-таки Киму больше нужен нянька для детей в придачу для снятия стресса в постели? — И все это свадьба только для того, чтобы бесплатную обслугу при себе держать? В голове целый вихрь мыслей, и ни одна из них не была позитивной. Поэтому он решил поговорить с директором, чтобы не мучить себя. — Я хотел спросить. Секретарь дождался, когда близняшки, поужинав, пошли в свою комнату и начал разговор. — О чем? — Так он даже не смотрел на него, он был глубоко в своих раздумьях. Палочками для еды ковырялся в тарелке, так и не попробовав ее. — Почему я не могу поехать с вами? Чунгук настороженно посмотрел на него, но тот продолжал нечитаемым взглядом гипнотизировать ужин. — Чунгук, поймите меня правильно. Тяжко вздохнул Альфа и, отложив палочки, скрепил пальцы в замок. — Этот день я должен провести с семьей. С рождения девочек у нас такая договоренность. Я обещаю, что мы там пробудем всего два дня и приедем обратно, а после сходим на пикник. Директор все же поднял на него взор и попытался улыбнуться, но на душе было паршиво. Приближался самый ужасный день в году, и ему нужно было его пережить. — Семьей. Тихо вторил Омега, заторможенно кивнув головой. Ну вот все и встало на свои места. Чунгук к этой семье не имеет отношения. Что бы он ни сделал, останется чужим. И все его догадки получаются правильными. Его статус — няня. И Ким боялся потерять его не потому, что любит, а потому, что дети привязались к нему. Омега был лучшего мнения о нем, но, видимо, договор, заключенный в начале их сожительства, продолжал существовать. Выгодно для обоих. Ему крыша над головой, а Тихону не надо переживать за детей. На душе становилось гадко. Горький ком в горле не давал и слова сказать. Сдерживать слезы обиды было сложно, но он старался изо всех сил. Я все понял. Голос дрогнул, но, тяжело вздохнув, секретарь унял дрожь. Я надеюсь, вы меня правильно поняли. Неуверенно спросил директор. Конечно. Горько усмехнулся Омега и, встав с места, направился в спальню. Все правильно понял. Повторять не нужно. Теперь главный вопрос — что с этим делать? Близняшки были очень недовольны. Всем видом показывали это, пока они собирались с дедушком. Всю дорогу игнорировали отца, который и сам был подавлен. Чувство беспокойства никак не хотело покидать его. Ночью Чунгук не впустил его в комнату, а утром не вышел проводить. Он лишь надеялся, что за два дня ничего не случится. И, приехав обратно, все станет по-прежнему, и они, наконец-то, начнут подготовку к свадьбе. Как вы выросли! Охнул дедушка Омега девочек и обнял внучек, целуя каждую макушку. Здравствуйте, господин Чунгук. Вежливо поклонился Альфа. Здравствуйте, Хёнгук. С грустью улыбнулся ему Омега. Пойдемте в дом. И вот начался ад Тихена. Нет, дело не в людях, что живут здесь. Они добрые и хорошо относятся к нему и девочкам, всегда готовы помочь всем, чем могут. Сам дом – триггер для него. Он хранит слишком много воспоминаний о днях, когда он был счастлив. Они каждый раз лезвием ножа проходятся по старым ранам. Он снова и снова тонул в боли, находясь здесь, что даже физически ощущалось. Ломала его, кроша изнутри, заставляла задыхаться, глотая слезы. Это родительский дом Чон Ки Йон. Он его первая любовь, первый муж, папа его дочерей. Человек, которого уже нет почти семь лет. «Какое варенье будешь?» – суетился дедушка около внучек, что уже сидели за столом, готовые съесть все. «Фа-хуёвая!» – ответила Техи. «Фи-хуёвая!» – цокнула сестренка, деловито исправив ошибку на ошибку. «Фи-хуавая!» – устало покачав головой, поправил отец, получив за это скептический взгляд. Выскочка! «Папа недавно покупал, и нам очень понравилось!» – улыбнулась Теон деду, а тот настороженно посмотрел на их отца. «Папа?» – растерянно промямлил он. Техион виноват, опустил голову, чувствовал себя предателем. После смерти Теон он обещал, что больше никогда никого не полюбит. Был уверен, что не сможет, но кто ж знал, что в его жизни появится Чонгук. И сейчас эти чувства давили еще сильнее. Страшно было видеть в глазах родителей любимого осуждения. «Я закину вещи в комнату». Поджимая губы, он попятился с кухни. «Расскажете про вашего папу?» – ласково спросил господин Чону девочек, а Ким замер за стеной. Сердце бешено колотилось. Не хотелось ругаться с этими людьми, но если они поставят выбор, то он выберет Чонгука. Уж простите, с ним он начал снова жить и терять его не хотел. «Наш папа очень красивый!» – начала Техе. «Он очень вкусно готовит!» – продолжила сестренка. «Он нам утку поймал!» – восторженно воскликнула Хе. Вечер настал быстро. Девочки весь день провели с дедушками. Старший Альфа установил качели во дворе к приезду внучек. Омега надарил кучу подарков. Только Техен весь день был подавлен. Каждый шаг по знакомым коридорам напоминал ему о том, как счастлив он был когда-то. О том, как все рухнуло и разрушилось. Он закрывал глаза, пытаясь бросить эту боль, но она продолжала жить внутри него, как живое существо. Чувствовал, как она медленно, но верно разъедает его изнутри, оставляя лишь обугленные обломки его прошлого. Он столько раз себе говорил, что принял прошлое и отпустил его, но это, кажется, было невозможным. Потому что, как приезжал сюда, все накатывало новой волной. Его страх, его страдания, его потеря – все это живет здесь, в этих стенах, словно призраки, не дающие ему покоя. Он сидел в беседке. Дома было невозможно находиться. Его ожидала бессонная ночь на кровати, которая, кажется, до сих пор пахла возлюбленным. Снова не спится? Голос господина Чона вывел его из раздумий. Тот лишь печально кивнул, потупив взгляд на землю. А почему же не Ханни привез? Мы бы хоть посмотрели на этого замечательного Чунгука. Нежно улыбнулся Омега, присев рядом. Вы не сердитесь? Ошарашенно пробормотал Ким, посмотрев на него. Сержусь, потому что не познакомил нас с ним. На свадьбу хоть позовешь? Или старикам там не место? Усмехнулся он. Позову, конечно, позову. У Альфы камень с души упал. Он уже столько себе надумал и готовился бороться за свое счастье. А его выбор не осудили. Не считают предателем. А я думал, вы будете меня осуждать, что я влюбился снова. Тэхион, после смерти Кийон твоя жизнь не закончилась. И то, что ты снова смог полюбить, знаешь, что значит? Господин Чон смотрел прямо в глаза. Что? Одними губами прошептал Тэхион. Что этого человека тебе послала судьба? Он смог вытащить тебя из мрака, в котором ты сам себя загнал. Ты приезжал сюда как неживой. А сейчас я вижу искры жизни в твоих глазах. Не ври, что ты не заметил изменения в себе. Грустная улыбка коснулась губ Омеги. Ким молча согласился, кивнув головой. Спасибо вам за все. С благодарностью прошептал Альфа. Он за многое благодарен этой семье. Они приняли его как родного. Даже после смерти их сына не перестали общаться с ним. Не возненавидели его. Наоборот, поддерживали. Первый год после рождения девочек господин Чон жил с ними, помогая отцу-одиночке растить детей. Но здоровье мужа ухудшилось, и Омеге пришлось уехать к нему. С Ки-Йонтых он учился в одной школе. Долгое время он был влюблен в Йон. А тот был маленьким ураганчиком. За ним было не угнаться. Поэтому он молча любил, наблюдая издалека. Но как-то Омега позвонил ему среди ночи и спросил, долго ли тот будет ходить вокруг да около. Может, он уже признается в своих чувствах, и они начнут встречаться? А то такими темпами предложение руки и сердца только к пенсии дождется. Альфа был тогда в шоке и в полной растерянности, но признался, что любит. Родители к Йон не были против их отношений, но вот чатаким была не в восторге. Но были посланы нахрен Чоном. Вот во всех сказках благородный Альфа крадет своего милого Омегу. А у них все было в точности да наоборот. Йон поговорил с родаками и решил, что они будут жить у них. А то Йон не спорил, собрал вещи и переехал. Хотя очень боялся, что те будут его осуждать. Но нет, помогли универ закончить и свадьбу сыграть. А когда стало известно, что у парочки будут близнецы, чуть от счастья не умерли. Ким все шесть часов пробыл в больнице, пока его Омега был в ротблоке. И вот долгожданный плач малышек, усталый, но радостный папочка и отец, который извелся весь в ожидании. Его пропустили в палату. Он не мог описать, что чувствовал тогда. Его разрывала буря светлых эмоций. И даже подумать не мог, что видел любимого в последний раз. Ночью поступил звонок от врача, который попросил Альфу приехать. И там его мир рухнул. И сердце биться перестало. И жить не хотелось больше. У Ки Йон пошли какие-то ослаждения, и врачи не смогли спасти его. Самый счастливый день перешел в самую ужасную ночь. И если бы не родители Йон, и не его новорожденные дочери, наложил бы на себя руки в ту же ночь. Ченгук не отвечал на звонки и сообщения, и это очень беспокоило Альфу. Сердцем чуял, что что-то не так. Поэтому, извинившись перед родителями Ки Йон, они собрались обратно домой. Девочки кое-как затолкали все подарки, обещали в следующий раз приехать с папой и братиками, на что те лишь сказали, что будут с нетерпением ждать. «Ченгук!» – позвал Тихен названного, убежав в квартиру, но в ответ тишина. Страх начал окутывать сознание. Вот чувствовал же, что их последний разговор был натянутым и напряженным. Надо было сразу же разобраться во всем. Но он тогда слишком был погружен в свои страдания. «Папа! А тебе дедушка гостинцев передал!» Радостная Тихи с пакетом зашла в комнату Чену, но там его не было. Директор на ватных ногах подошел к кровати, где лежала записка, а на ней кольцо. Мы поторопились. Всего два слова на бумаге, а Альфа, кажется, второй раз умер. «Нет!» – неверящий прошептал он, сжимая листок в руках. «Этого не может быть! Чунгук не мог его бросить!» «А где папа?» В комнату вошла Тейон. А отец так и стоял с дрожащими губами и не мог ответить ей. «Да и что сказать, что папа ушел, возможно, навсегда?» «Нет! Он должен все исправить, вернуть Омегу, вернуть свою жизнь!» «Эти слова стали синонимами для Тейхена!» Воскресенье прошло в какой-то прострации. На вопрос девочек Альфа все-таки ответил, что Чунгук поехал к другу и скоро вернется. Обманывать нехорошо, да, но лучше так, чем видеть разочарование в их глазках. Чунг на звонки и сообщения так и не отвечал. «Ну, засранец! Выпороть хотелось за столь детское поведение! Неужели нельзя было решить все мирным путем? Поговорите ртом, твою мать, а не через записку!» В понедельник директор мчался на работу, нарушая все правила дорожного движения. «Похрен на штрафы! Главная цель была увидеть секретаря! Он же должен был прийти на работу! А не придет, кем ему такие штрафы выпишет, до пенсии не расплачется!» Агрессивно топая, начальник вошел в офис и «О чудо! Чунгук!» Собственной персоной дожидался лифта. «Здравствуйте!» Спокойно поздоровался Альфа, подойдя к Чону, а тот испуганно перевел на него взгляд. «Здравствуйте!» Пробреял секретарь и уже хотел сбежать, но фигушки! Тихен положил руку ему на талию и подтолкнул лифт. «Коллеги, будь они неладны, тоже вошли! Пришлось ждать, когда они попадут на нужный этаж!» «Чунгук!» Голос был ровным, но пугал до жути. «Может, объясните свой уход?» Директор бесцеремонно взял его за руку и завел в свой кабинет, закрыв на ключе дверь. «Мало ли, вдруг всякие минсоки решат прийти, или Омега решит сбежать!» «Я все объяснил», — промямлил Чунгук и попятился от него. «Мы поторопились!» — злобно процитировал Альфа, но, глядя в испуганные глаза любимого, глубоко вздохнув, медленно выдохнул, чтобы успокоиться. «Я не понимаю вас!» Ученого уже слезы навернулись. «Вы говорите, что я вам нравлюсь, замуж позвали, но семьей своей меня не считаете!» Он вздрогнул, когда почувствовал бедрами стол. «А с чего ты взял, что я не считаю тебя своей семьей?» Устало спросил Тихен и сделал один шаг к нему, а тот весь напрягся. «Да, пожалуйста, не бойся меня!» «Потому что вы не хотите знакомить меня со своими родителями! Вы сказали, что день рождения девочек проводите со своей семьей! А я кто тогда, если не должен быть в этот день с вами?» Голос секретаря дрожал, он обиженно смотрел на него. А у Кимы вся злость слетела окончательно. Надо было все рассказать и объяснить сразу же, сам виноват. Я ездил к родителям Кийон, спокойно начал говорить Альфа и медленно подходить к нему. «Кто такой Кийон?» – не понял тот. «Мой первый муж». «Вы ездили к своему мужу, то есть к папе девочек? У Чунгука чуть глаза из орбит не выкатились!» «Нет. Кийон давно нет живых. Я ездил к его родителям, чтобы дедушки увидели с внучками. Им нужно, чтобы в этот день девочки были рядом с ними. Им так легче пережить день смерти сына». Кийон прикрыл глаза, судорожно вздохнув. Не хотел он это раскрывать. «Но если это поможет вернуть жениха, то расскажет все, что тот хочет знать. Носить такой груз на сердце все эти годы одному тяжело». Но, поделившись маленькой ее частью с родным человеком, стало намного легче. «И я?» Омега растерянно опустил взгляд и даже не знал, что сказать. «Чунгук, посмотри на меня». Альфа сократил между ними расстояние и положил ладонь на его щеку. «Мне жаль». Тихо пробормотал Чунг, но все же взглянул на него с сожалением. «Прости, что сразу все не рассказал». Директор притянул к себе любимого за талию, а тот неуверенно обхватил его шею руками и уткнулся в нее. «Возвращайся домой». Наслаждаясь так необходимыми объятиями, тихо попросил, прикрыв глаза. Так можно было сосредоточиться только на ощущениях и проникнуться счастьем от близости. Дыхание Чунгука на коже создавало приятное покалывание. Тихо почувствовал, как тот кивнул и, наконец-то, мог облегченно выдохнуть, получая внутренний покой. И на сегодня это все, друзья мои. Элен Янг, спасибо огромное за такое прекрасное продолжение, за этих милых чертят, за такого тихона странного, который нихрена не объясняет. Но все равно это все так прекрасно и так мило. Друзья, история на ютубе сокращенная. Десятая глава в половиночку сокращенная. Полная версия есть у меня на Boosty, вы можете пройти по ссылочке в описании под видео и послушать. А также можете пройти по ссылке на сам фанфик и прочитать в оригинале. А с вами была Маруся, желаю вам хорошего настроения, прекрасного дня. Продолжение следует, до скорой встречи и пока-пока. Продолжение следует...